Вы знаете, сколько именно сим-карт оформлено на вас? Уверены? Оказывается, даже купив симку в официальном салоне сотового оператора, можно стать жертвой. Вместо одной сим-карты на вашей имя заведут еще несколько. Так и случилось с одним из абонентов компании МТС, которого вынуждают платить по чужим счетам. Кто виноват в утечке персональных данных и что делать, если вы оказались в такой ситуации, выясняла Тахмин Атынысова. Более двух лет и одна сим-карта у меня, других нет номеров. При выборе сотового оператора Артем учитывал два критерия – цена и качество. Услугами МТС был доволен, но не ожидал, что компания так отблагодарит преданного абонента. Оказалось, что на его имя оформлено еще пять сим-карт. С августа 2016 года ему практически каждый день приходят смс-ки о долгах. Самича требует полторы тысячи рублей за чужие разговоры. Четыре номера одним днем были оформлены, 6 мая. И еще один 10 мая, то есть этого года. А я, которая действующая сим-карта, я ее оформлял в январе 2015 года. То есть, как бы, получается, что кто-то из сотрудников паспортными данными воспользовался моими. Жена, как бы, у меня маленький ребенок, поэтому я как бы не хочу платить за кого-то. А Мич обратился в офисный центр МТС, написал заявление с просьбой разобраться. Однако сотрудники претензию абонента проигнорировали. За полтора месяца ситуация не изменилась. Специалист горячей линии сообщил, никакого обращения вообще не зафиксировано. Тогда молодой человек обратился в один из салонов и попросил предоставить ему копии договоров, которые якобы он заключил, но никогда не подписывал. Артем вновь написал заявление и на этот раз потребовал регистрационный номер документа. Ответ придет в течение 30 дней. В компании комментировать ситуацию нам отказались, сославшись на тайну персональных данных. Впрочем, в письменном ответе прислужба МТС подчеркнула, оформление сим-карт производится только при наличии паспорта, а нарушения при заключении контрактов допускаются недобросовестными дилерами, с которыми оператор вроде как борется. Своим абонентом МТС советует покупать сим-карты в фирменных салонах или у официальных дилеров. Но Артем как раз так и поступил, предоставил свои паспортные данные и заключил договор в офисе МТС, расположенном по адресу улица Лукашевича 6, корпус 1. Этот же адрес есть и на официальном сайте компании. Теперь обманутый Амич намерен обратиться в Роскомнадзор. Оператор связи, а также те лица, которых оператор связи привлекает для оказания соответствующих услуг и заключения соответствующих договоров, несут административную ответственность, если говорить, на юридических лиц до 200 тысяч рублей, ну и, соответственно, на должностных лиц и на физических до 5 тысяч рублей. Впрочем, незаконное использование персональных данных и подделка подписи может привести и к уголовному наказанию. А если оператор неоднократно попадется на нарушениях, то его могут лишить лицензии. Правда, массовых случаях в Омске пока не выявлено. За этот год сотрудниками Роскомнадзора и полицейскими составлено всего пять протоколов. Тахмина Данисова, Александр Буха. Новости здесь, Омск.